В Илабу снова приехали волонтеры. На этот раз ищут улики преступления. Напомним, 19 февраля прохожие нашли во враге 8-летнюю девочку. Ребенок был без сознания, со следами побоев и обморожения. Медикам удалось спасти школьницу, но задержать преступника полиция пока не смогла. И сейчас, когда на месте обнаружения сошел снег, добровольцы начали искать хоть какие-нибудь следы преступления. Венера Мухаммедова продолжит тему. Ответы на многочисленные вопросы они ищут пошагово на ногах в 6 утра. Добровольцы поискового отряда «Надежда» вглядываются в каждый сантиметр отведенного участка. Любая деталь может вывести на след преступника, который 19 февраля надругался над 8-летней девочкой и оставил умирать в сугробе. Если это городские поиски в черте города, если, допустим, ребенок ушел в школу и не вернулся, то есть мы можем в черте города расклеить ориентировки. Важно не только найти следы, главное не наследить самим. Волонтеры пришли в помощь оперативникам только после окончания специального курса. Мы уже проходили обучение и знаем, как обращаться с уликами, если они будут найдены. На этом случае с нами обходит, обыскивает территорию оперативник. Мы подзываем его просто и он на месте уже сам начинает работать. То есть мы просто ищем. Больше мы ничего не имеем права делать. Ищем, находим, зовем. Все. К правоохранителям присоединились пятеро добровольцев. Большинство люди работающие, потому поисками немых подсказок занялись до начала трудового дня. Прочесали территорию, где предположительно было совершено преступление. Это пионерский парк, овраг и дорога под Монастырской. В интересах следствия результаты не афишируют, лишь утверждают. По первому зову выйдут вновь. Венера Мухаммедова, Лира Даутова и Арсений Корнилов. Вести Татарстан, Елабуга.